Вот почему-то окон, который арестован на уменьшающей детали. И все лепесточки розы можете рассмотреть. А потом еще интересно, вроде бы симметричная композиция. Если приглядываться, не найдем ни двух одинаковых цветочков, ни двух одинаковых меточек. Вот что значит ручная работа. И не повторимо. Благодаря этому создается такая дополнительная жизнь, вырастное впечатление. Ну, любые работы развраты выполняли узкие литература. Благодарю, что Миколианскому мастеру Жанни, работавшего с Ленальдом. На конец доски могли стоять, вот как здесь сейчас стоили. Часы французские, золотые и бронзи. Просто не заведены, к сожалению. Или миниатюрные вазочки, фарфоровые композиции такие. Миниатюрные, такие каксы, вот, например, там, в углу, такие бездружки фарфоровые. Или вы здесь, вот, не помню, заскушите, а что-то старание, насколько это выражено. Или фарфоровые вазы, подобные только подзертальники. Это вас особо внимания, конечно, заслуживает. Это уже европейский фарфоров, Мейсен, Германия, вот родина европейского фарфора. Ручная работа, внимательно посмотрите. Каждая из этих миниатюрных, многих, мы цветёчков, правда, не принять длинно. Работа, конечно, пропагирует, виртуозное мастерство. Форма, она напоминает соцветие калинин, сорта бульденеш. По-французски, значит, снежный шар. Вот разные подобные формы, как называют, бульденеш. Мы потом ни разу с вами побольше одни человек в гостинине пришли. А сейчас мы будем в гостинине. Шторы, 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 шторы. И ткани мы будем с вами говорить. Ткани заказывают в России и в Италии. Шторы, шторы, шторы. Шторы, 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 шторы. Их действительно затянули этим розовым, танированным холстом. И ставят в обещании, именуя розовая гостиная. Это название так и закрепилось. Сейчас, когда в реставрации эти холсты поднимались в надежде, что они быстро начали росписи. Практически не сохранилось ничего, так что оставили отделку 19-го веку. Стены. А все остальное веку 17-го. И так, веку всего, конечно. И рисунок интересный. Крилляжная сетка изображена. Новкая садовая решётка. Конечно, напоминает расстояние дворца с окружающим парком. Мелтой породы дерева можно сразу видеть. Вот, раздеватель здесь открывает листья, сама черно-коричневая сеточка – колесандрового дерева. Изгибаются к их виджево-растительные побеги – дерево лимонное. А вот другие, на них внимание обратите, характерные породочки, полосочки дерева имеют, так называемое розовое дерево. Практически часто используются. Если в других интерьерах увидите, то в этой полосочке можно сжаловать. С рисунком паркета в этой гостиной и других, как правило, также согласуется оформление пануки и перекрытия. Тоже, например, сетка, цветы, свисты, птицы поставят. Панку вы здесь видите, плавно не совместно соединять стену с перекрытием. Вот прием этот панук ветеринар использует во всех гостиной дворца, отчего небольшие помещения становятся еще более уютные. То есть, благодаря этому, для вас удается ощущение уютного, замкнутого мирка, где можно было скрыться от приволнения жизни, обдохнуть прогнозы природы в окружении предметов искусства. Это как раз соответствует философийский яркохор. С переменами уйти от реальности, от сказки, фантазии, такой-то легкой игры. Сегодня перед ней, который есть живописный плафон мельцарского художника Мельцани, Диана и Аврора. Олегория смены дня и ночи. Из мрака ночи выплывает богиня утренней зари Аврора, в тесне с небосклона богиня ночи Диану, впереди нее летит тому, вскоряющий факелом символ утренней звезды. Провожает Диану ночь с небосклоном. Вот смысл аллегории свет, подверждает ему такая жизнеутверждающая тематика, вполне характерна для вообще жизнелюбивого стилера, как он. Плафоны во всех залах, люстров, и не было. Если дополнительно требовалось от священника, конечно, можно ввести торшеры, канделяры. Потом у нас ночи белые, дворец их есть. Может быть, вообще было романтично без дополнительного освящения. Так что плафоны во всех залах. И во дворце они составляют единую, целую и целую, коллекцию. И все плафоны написаны специально для этого дворца, еще 18-ти речи, итальянскими художниками, а большинство из Никитича Мастеров и Дмитрии в Венецианской окружающей художнике. Эту ценную коллекцию плафонов действительно спасали особого от Ленинграда. В 1941 году плафоны снимали, увезли город через транспорт в Ленинград, хранили в Суровом Павловском Соборо. После войны отреставрировали, на самом деле, так что китайский дворец Гордиц создавится своя коллекция ленинградских плафонов на 17-е годы. И каждая коллекция в той или иной ныне великим ряда таков, как и того, как раздевлено с островскими лицами. Что-то раздевлено. Малоговорительно, в этом слове. Вполне соответствующим небольшим раздревом для Сурова. О том, в Горде, в Гене, в Гене, почти нет приютлений. У дивана, хотя бы, знаете, внутри ножки, лапотники, ключевые формы, даже сиденья. И у дивана великие изящные столицы. Тоже выпуклый ровно. Здесь удобно. Сидеть за ним удобно. Надеваются ящики, в Академии, тренадежности, пожалуйста, он много функциональный. Доставки, в Гене, в Гене, в Гене, в Гене. Приводские столицы, кто-тем свой голод급ник, который IO Alto он очень尊ел. Считают fittся откуда-либо готов. Вот оно такое столы в России ведь немного Mario Станций. А в России концерт полюбили столица Мила Класка, столик Богик. Достав на столечнице. Буг посмотрит действительно его ровно. В Oppenze tego такие столы есть, а там они называются huasain, что переводится как руihesun. «Шлебша» посетовет aproximadamente на тонких Непременно одеться в грациозной, в розыгромочке, вот эта грация, изящаяся, лёгкость. Вот в этом, можно сказать, суть спирта какой. То есть спирт декоративный, наиболее ярко себя выражает в расформлении интерьера, и в геологическом. Ну, а, да, что-то не станции, а не стало, рядом, толпное, а тощевание. А там толпное, толпное, а тощевание, оно такое бывает.